До выхода на сцену 5 минут. За кулисами не только стойкий запах лака и духов. Здесь царит всеобщая суматоха. Последние штрихи, прически, макияж, костюмы. Для многих из участников все впервые. У меня такая восторг от всего этого. Ну, я очень рада, что попала сюда на этот конкурс. Почему вы очень рады участия? А мне нравится ходить по подиуму, показывать себя. Это Майлона. Я просто полон ими. Особенно на сцене тебе нужно просто стоять, а у тебя куча эмоций, ты хочешь бегать, прыгать, и ты стоишь такой. На, смотрите. Конкурс красоты проходит в Котласе шестой год подряд. Особенностью этого бьюти-состязания стало участие не только девушек, но и юношей. Ребята, не стесняясь, признаются, что для многих это пиар. Кто-то пришел от скуки. Скучно жилось. Хотел что-то нового попробовать. Много знакомств хотел новых. Ну вот я их получил. Эмоции много ввода этого конкурса. Найдутся те, кто оценит это правильно, по достоинству. Не те парни с улицы, которые скажут, ой, там, такой-то, такой-то плохой. А ведь есть ценители прекрасные. В числе финалистов 10 обаятельных юношей и девушек. В рамках шоу они предстали в нескольких образах, в основу которых легли произведения выдающихся писателей. Михаила Булгакова, Льва Толстого, Артура Конан-Дойла. Особенно сложно, как всегда, дались творческие номера. Ребята сначала немножко стеснялись, боялись, поджилки тряслись. Но уже на втором выходе они уже раскрылись, начали пританцовывать, начали улыбаться. К этому дню участники бьюти-состязания готовились больше месяца. Занимались фитнесом, вырабатывали грамотную речь, посещали мастер-классы, раскрывали свои актерские способности, познавали искусство позирования перед фото- и видеокамерами, чтобы в финале продемонстрировать себя во всей красе. Публика очень нам рада, прям слышно, как зал кричит, аплодирует. Судьбу финалистов, в отличие от предыдущих конкурсов красоты, решали не зрители, а судьи. По традиции возглавил жюри известный архангельский кутюрье Николай Терюхин. В итоге корону главной красавицы заслужила Елена Лычакова. Мистером Котлас стал Рафик Вахрамеев. Я, в принципе, люблю, как белка в колесе жить. Вечно что-то делать, 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 делать. И вот так же, переодеваться, 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 переодеваться. Вечно что-то вспоминать, какие-то выходы. Это очень поднимает настроение. Добавим, что обладательница титула «Мисс Котлас-2018» получила путевку на участие в финальном шоу регионального фестиваля красоты и талантов «Мисс Архангельск-2018». Елена Кермич, Алексей Вачик, регион 29, Котлас.